всем привет продолжаем сегодня играть волослин колец битва средиземья 2 с дополнением под знаменем короля чародея из модификации на рад но что пришла очередь рухан давайте посмотрим что из себя представляет эта фракция чем так у нас выглядит крепость кстати простенько довольно ну прикольно тут всякие апгрейды есть герой рада гаст и умер и овент и у дред гамлинг хама и удан безрассудный интересно и ты у дред способностям урок гондора симбель мини ополчение крестьяне получают оружие доспехи илка и баф на урон гендальф белый а это призыв гендальфа от злых чар сарумана избавляет от элдена королевские кони выбранный отряд рухерем получает коней из королевской конюшню отряд на 50 процентов меньше замедляется придавки получает 150 очков здоровья прикольно а призывает гола дремов сход с этим с халдером стадель вестфолда призывается можно нанимать мечников копейщиков вес волда прикольно всадники вестфолда разрыв облаках три соратника военные лагеря последний поход энтов знаю давайте начнем с бафа стандартные фермы я так понимаю еще и крестьяне здесь нанимаются в этих фермах единое кольцо радогаст позволяет призывать волшебное дерево и получать новые способности теоден усиливается атака лидерство дает 50 процентов урона и брони врагам урона войскам вернее королевская милость дает максимальный уровень получает новую обилку стражи эдроса то есть либо теодену либо радогасту можно дать кольцо нет он мечник господи этот язык немецкий это капец конечно почему немецкая озвучка у персонажей стандартной русской нету что не существует есть же предатели рохана тут нанимаются крестьяне и сильные против копейщиков способность больного теодена предатели рохана могут быть улучшены до всадников и вот она тут свои приколы там что грима бегает да там грима бегает капец стрельбище не помешало бы вперед вот он в дальнем бою атакует он просто руками машет так есть конюшня ну естественно какой рохан без конюшни такой вот отряд крестьян вилами там с каким-то молотками ну все как всегда в принципе было наверное вооружение взять ладно так а что вообще есть у теодана может показаться слабым но по-прежнему вдохновляет своих людей союзники получает 25 процентов урона и брони но их легко спугнуть пассивка изгнание тела он должен находиться поблизости от здания рохана ну-ка под влиянием червюста тэлдан изгоняет выбранного героя избранный герой остается верен рохан наносит два раза больше урона его способности перезаряжаются на 50 процентов быстрее сделай все что как интересно и тут дальше в общем-то пояснительная бригада допустим тэлдрада изгонит своего сына вроде изгнал его после смерти герой сможет вернуться только тогда когда тэлдан освободиться злых чар сармана и действует на элвин родогаст и ган бурига на это еще кто ган бурига на потом большой урожай а уязвима для атак но больше добывает типа понятно штурмовая башня стандартная тема статуи героя есть фонтанчик есть так лучники у нас тут получается роханске нанимаются копии метатели нанимаются огненные стрелы есть о как тут он пахнет жареным вызывай свою фигню ну зайди так да противник тут начал опять наследать как всегда что строителям и беги все умирают и как всегда тут сразу пришел этот герой опять душит да хотя и воителя поставил то есть я уже и забыл что мод любит душить так предатели рохана типа можно их отсюда нанимать где сезенгардская длань появляется пульта кстати башня стрелков интересно и метатель есть ай тут тоннель ставит смотри короче ладно надо начинать видимо заново и опять позаботиться самого старта вообще херем топорщики все уже строитель поздно можно оседлать гаси сразу с огненными боеприпасами прим 1 лучше пожалуй начну заново в общем это уже какая-то классика касательно этого мода каждый раз когда я начинаю меня в общем-то давит поэтому надо за не забывать изначально блин у меня чё опять сети сбились 5 нету индикаторов в принципе да учитывая что я переустанавливал игру смотри чуть-чуть обычными лучниками хотя бы организуем оборону убейте их уже но в общем стыда нам в принципе все понятно он кстати да надо не забывать кидать эту тему сюда один отряд только садится я пошел да еще одна башня статуи построили фонтан у стандартные фонтан что еще это дано есть ну предатели да это видели мы эту тему христиане тогда не нужны идем предателями играть что еще есть ты дан приказывать своим воинам отступать в течение 30 секунд союзная пехота возле него становится быстрее на 20 процентов и получает 75 процентов брони а также иммунитет к сбиванию страху и ужасу наносит минимальный урон штурмовые башенки еще можно призывать так но это все хорошо но это блин эти всего лишь мечники копейщики нужны где второй вот он я бы кузницу поставил сломали ферму которая под заработком да кстати требушет мы видели спито надо вообще их они кстати 200 стоит за 200 взять коней симбель мини и вот и все 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 Продолжение следует... 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 Они своих тихограф посылают Мне интересно еще кто у Рохана лучник И почему у камнеметы сразу огненные боеприпасы Вообще это небезопасно Крепость деревянная Можно сжечь Штурмовые башни я смотрю можно спамить ими Вроде как не особо ограничение есть какое-то Странный звук летучих мышей Да ладно Пауки еще не еле ползут Копьеметатели еще надо посмотреть Топорщики Мне кажется или внешне это тараны из ингарда Нет кажется У тебя лица какие-то вообще странные Как будто там шлем и голова это одно и то же Таран один в один из ингардский Само бревно именно выглядит Полутроли Так можно за десятку взять Давайте помощь эльфов посмотрим Один отряд призывается улучшенный Могут быть и лучниками И халдер Десятый уровень тоже лучник Посланник надежды Вдохновляет героев Рохана Выбранный герой в течении одной минуты Получает 25% к урому В броне Ну как будто его еще от изгнания почистил Это странно Или там просто другой эффект теперь Ну и золотая стрела На которую он теперь может запускать Так а мы можем Подождите его я изгонял Обязательно подбежать надо Так здесь доспехи Кованые лезвия И знамена Логично Лучники Да лучники Захвати что ли Я не знаю Давайте мечами их Пучков крестьяне Вон помогут Так а вот и топорщики Кстати У них то же самое что у Ройхерем Какое же построение Зачем они вообще нужны Катапульта Мечи И эти и эти против лучников Ладно Может кому что больше нравится Типа Так здесь у нас Нанимаются лучники Дроидайн Неожиданно И Ган Бури Ган Вождь лесного народа Интересно Так вот кто такой Ган Бури Ган Еще думал Кто это вообще 990 стоит Так стены Вполне себе стандартные Смотрим что там на них возводится Так лучники Озвучка у них Дунландцев И они не являются Какими то Маленькими То есть они вроде Обычного роста Осцелять ближайших Союзников Позволяет обнаруживать Невидимых врагов А еще они Ядом отравляют Да ну не захватывайте Ну блин Я хочу героя построить Они взяли Захватили у меня По сути это урочи и лучники У них и озвучка И скелет Анимация То есть Все как у них Лучников А ну это знаменосец Мудрец леса Дроидайн Это типа знаменосец Так понимаю И пассивный отхил Нет Трогайте отряд Можно вообще сюда посадить Травите его Травите Убивай Убивай Так Теоден там с ума сходит Вот он камнемет Кстати опять же Он уже полностью Проапгрейженный С огненными камнями Подожженными Лучники Щиты Это мы посмотрели В принципе Третий уровень Вот и Ган Буриган Ну что лучник Да он лучник Герой лучник Интересно Я думал кто-то из Роханских героев Будет лучником Ну Походу нет Так Метателям надо Клинки Так как они метают Лично урон Не помешал бы Так вот они лучники Ну огненные стрелы Понятно Вот такого здесь нет Но надо Третий уровень Стрельбища Чтобы соответственно Были эти стрелы Ополчение Кстати О Да он Теперь хоть с мечами Мечи конечно Такие себе Ох Ни хрена себе Вы че Серьезно Они Он типа умные же Поэтому пошли С другой стороны Вот я как бы не просил Отсо обнаружил враг Плохо У крепости-то мне не трогайте Забирайте кольцо Так ну что Дадим Этому Теодену Так Изгнание Где 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 Вот он Рядом То есть Мы можем Применить Ага И можем Дать ему Кольцо Чтобы он Заапгрейдился Благородный Король Опыт Дает Он броню Круче Становится Прямо Вообще Отлично Не успели Полностью Стандартного Теодена Посмотреть Но там В принципе Плюс-минус То же самое Там просто Усиление Капец Какая Долгая Озвучка У него Получение Кольца Какая Она Долгая Ну Типа С душой Зато А Забрали Да Ну Ладно Ничего Страшного Так Щиты Лучники Копейщики Минус Урон Спиной Понятно Крестьяне Никак не Апгрейдятся Взаглентно Я не пойму Они там Не наиграли Что еще В обход С тыла Сдолбали Ну Хорош Живоитель Всего Лишь Огненные Стрелы Сдолбали Строитель Убит Забыл Сказать Ладно Сделаем Новеньких Не отступать Надо было Так Искусственный Интеллект Прокачать Чтобы Он Пошел Куда-то В другое Место С другой Стороны Атаковать Если у него Не получается Конечно Забавно Так Давайте Наверное Посмотрим Апгрейды Крепости Пока В общем Баннеры Ополченцы За тысячу На вышках В крепости Появляется Ополчение Нехрабро Защищают Крепость Рохана С помощью Камней И копий Да Кстати Вот так Пристройки Выглядят Рохански Можно Лучников Сделать Знамя Бафающие Ворота И боковые Ворота Они захватывают Постройку Получается Вот и все А где там За тысячу Надо будет Еще Наверное Слить Теодана Отдать Врагу Кольцо И забрать Потом Назад Чтобы Сделать Этого Родогаста Кольцевика А ну да На вышках Появляются Огненные Бойприпасы Каменные Стены И золотой Зал Медусельда Способность Рунг Хорнбурга Рок Хорнбурга Хорнбурга Откроет Боже Так Здесь у нас Получается Королевская Гвардия Кстати Не смотрел Три отряда Максим Можно Этот спам Организовал Способности Сейчас В принципе Успеется Значит Касательно Гэндальфа Помимо того Что освобождает Теодана Чар Саруман Он еще Может Святые История Использовать Стандартный Луч Света Убирающий Всегда Использовать Сенегрива Сенегрив То Гэндальф Что Из Темного Братства Что Ли Из Зелдер Скроллс Пенегрив Понимаю Апгрейды Я все Сделал В принципе Вот Юниты С полными Апгрейдами Обычные Роханские Лучники Пусть Развлекаются Здесь Здесь бы Я хотел Вообще Закрепиться Значит По способностям Цитадель Вестфолда Еще есть Давайте Поставим Вот здесь Например Вот так Она выглядит У нас Стражи Вестфолда Мечники И Копейщики Прикольно Прикольно То Что Еще У этих Башен Апгрейдится Угненные Стрелы Вот И Королевская Гвардия Кстати 5 Юнитов Всего Преданность Королевской Гвардии При убийстве Врагов Делится Опытом С Теоденом По всей Карте Бегите Из-за Смерти Слава У них Есть На седьмом Уровне Чардж Как я понимаю 50% Урона Броней 25% К скорости Получают Как-то Так Стражи Вестфолда У них Есть Мощный Бросок Они Реально Бросают Но только Не копья А что-то Другое Стандартный Ёж Кованые Лезвия Тяжелые Доспехи Знаменосец Все Как и Всегда Подобных Подобных Пикинеров Да Но вы Это не Крестьяне Озвучка У вас Конечно Озвучка Крестьян Ну прикольная Цитадель Да И 25% Урона И брони Дает Ну я прям Вижу Что это Эльфийские Копейщики Какие-то Точно Так же Себе Ведут Убили Надо Ж Далее Королевские Кони Я могу Да Могу Походу А Лошади Белые Стали И На королевских Вроде Не повлияло Наверное У них И без того Уже Элитные Лошади Нет никаких Проблем Связанных С этим Блин Гамлинг Ты Это Слишком Негативный Слишком Агрессивный Пускай Герои Докачиваются В общем Так выглядит Крепость У нас И стены Ну С камнем Добавился Камень Так Рок Ближайшие Враги Услышав Рок Застывают От Страха Ага Это Ближайшие То есть Это Для защиты Чисто Это Чисто Для Защиты Так У этих Получается Жаль Бросок Нельзя На Автокаст Поставить Забавно Что Он Есть Блин Элвин Ты можешь Слезть Это Как будто Бы Спешить Невозможно В общем Юнитов Мы Всех Посмотрели Остались Способности Герои Только Получается Здание Посмотрели Далее По Способностям Так Это У нас Все Есть Всадники Весфолда Ну Разрыв Облаках Понятно Три Соратника Легалас Гимля Рагорн Даже Они Говорят По Немецки Что За Ужас Так Уарагорна Мастер Меча Доблести Ленделе Ацелос Ну Понятно Стандартная История Здесь Двойная Стрела Эльфийский Взор Замечает Врагов На Большом Расстоянии Получает 70% К Видимости 30% К Дальности Стрельбы И 30% К Грани Гимля Бросок Топора Убийца И Прыжок По Классике Иди Помогай Рагорну Там Один Милишник Можно Кстати Дройдайнов Подогнать Мне интересно Они будут Хилить Ближайших Союзников Которые Ну Если Они Будут Допустим В башне Сидеть Проверил Этот Момент Для Голаз Больше Всех Будет Жить Понятно Гэндальф Поможет Гэндальф Белый Так Хил Есть Если Мы Заходим Сочувствую Гэндальф Сочувствую Они Перестают Исцелять То есть Как бы Они Должны Именно Присутствовать На поле боя Непосредственно Ладно Наверное Логично Не понял Я же вас Послал Так Ну Разрыв Облаках В самую Последнюю Очередь Я бы Посмотрел Всадники Вестфолда Прибывает Эркер Бранд Своими Соратниками Чтобы Помочь Своему Королю Три Отряда Всадников Вестфолда Вместе С Эркер Брандом Ага Сам Эркер Бранд Призыв К Атаке Прорывается Сквозь Ряды А ну Типа Давка Да Получается Лорд Вестфолда Вдохновляет Союзников Рядом С героем Наносит Двойной Урон Получает 25% Скорость И не могут Быть Раздавлены Им Неведом Страх О как Крутой Чардж Что здесь Было А не важно Правились Так 25% Военный Лагерь Разбивается Военный Лагерь Периодически Вызываются Рохерем Выличивают Количество Командных Очков На 300 На поле Боя Могут Находиться Не более Трех Лагерей Вот это Интересно Призыв Энтов Как бы Понятно Видели Это Миллион Рассел Лагерь Действительно Лагерь Военный Разворачивается Здесь Вызвать Всадников На поддержку Казаться От поддержки Всадников Типа Они Перестанут Ехать Воюйте Давайте Где же Эти Всадники Что-то Я не вижу А вот Они Появились Ага Капитан Рохерем Ближайшие Союзники Получают 20% Урона И брони Лидерство Для войск Типа Они Периодически Призываются Либо дальний Бой Либо ближний И полностью Улучшен Отряд Ну Не знаю Как 25 Спорный Вариант Хотя Бесплатно Полностью Обгрыжен Отряд Еще И с Бафом Может Быть И неплохо Выз Рохан То Выстоит А вот Ты Нет Если Не Убежишь Поэтому Спасайся Ладно До следующей 25 Можно В принципе Глянуть Они Кстати Временные Нет Они Не Временные Не Всегда Герой Мэри Значит У него Стандартный Набор Хоббита Можно Так Сказать Меч Камни Эльфийский Плащ Невидимый Когда Стоит На месте Воровство Ресурсные Здания По 5 Единиц За каждую Атаку Воруют Кинжал Нолдор Использует Кинжал Для того Чтобы Напасть На врага Коварно Атакует Врага Сзади Нанося Двойной Урон Ну-ка Ну типа Напрыгивает И ударяет А ну это Как прыжок Действует Да убей его Ну Огра Как прыжок У Гимля И Мэрия Дак Оруженосец Рохана На 6 уровне Получает 25% Броне Пассивно Ну понятно Далее Теодрэд Сесть верхом К оружию Призывает Крестьян Взяться За оружие Вступить В бой Выбранная Выбранная Союзная Ферма Получает Возможность Строить Топорщиков И копейщиков Медусельда Без Фэткэт А А что-то Кстати Нельзя Или это Какая-то Шутка Со стрима Типа Возможно Ну я так понимаю Это просто На сольный Отряд Кидается Фермеров И они Типа Получают За пятерку Эту обилку Да На ферму Нельзя Значит Это типа Шутка Окей Ну Штурмовая Башня В принципе Я уже Показывал По-моему Это самая Имбовая Способность У него Потому что Ну Камон Штурмовая Башня Она призывается Она Может Апгрейдиться Стрелами И еще Гарнизон Есть Помимо Того Что вы можете Свой гарнизон Посадить Еще Копьем Метатели Скидываются Как бы Очень имбовая Тема Для защиты Просто Мастхев Ну или Закрепиться Где-то Далее Ремонт Есть Ну Да Ремонтирует Башни Здания Вот это Вот все Это я уже Показывал Как это Работает Обычный Ремонт И Принц Рохана На 10 Уровне Теодор Отмобилизует Все силы Чтобы дать Отпор Вражеской Напасти В течении 30 секунд Он наносит Двойной Урон Получает 20% Скорости Его Невозможно Сбить С ног В течении Этого Времени Штурмовую Башню Защищают Воины Вестфолда О как Так Действительно Выходит Выходит Копейщики Это Помимо Тех Которые На башне Я думал Это Те Которые На башне Спускаются Но Нет Это Дополнительное Прикольное Способность У него Прикольное У Теодры Да Далее Вот этот Вот Герой Таверны Да Скажем так Дроиданский Хотя он Вроде Ниже Ростом Как и Должно Быть Ну окей Ладно Карлик Хорошо Секретные Пути Знает Пути Которые Не знает Никто Временно Он Не Замечен Для Вражеских Глаз Может Уйти Из Поля Боя А Ну Отступление Как у Угримы В принципе Понятно Не удивлюсь Если у него Озвучка Тоже Как у Гримы Четвертый Уровень Вождь Лесовиков Помогает Союзникам Обойти Засаду И проводит Их Через Свой лес Союзники В целевой Области Замаскированы Что Будем Делать А Инвиз Кидает Массовый Логично Отравленная Стрела Действует В три Раза Дольше Чем Обычная Стрела Обычная Стрела Фармера Какая-то Не знаю Кто-то В этом Духе Вот он Как всегда Где-то Впереди Стоит И Медитация Ган Буриган И лучники Дроидайн Возле него Временно Неподвижны Они не могут Атаковать И быть Атакованы Восстанавливают Здоровье А ну Типа Мир Подождет Средиземье Подождет Война Подождет Время Для отдыха Да Сон Час В садике Куда Он Выстрелил Зачем Ладно Выглядит Это Никак Это не Выглядит Он просто Стоит Неподвижно Как будто Он Заморозился А ну Понятно И будет Хилиться В общем Я так понимаю В лагере Только один Отряд Может быть Просто Периодически Он Призывается Если Его Нет Так Один Отряд Далее Теоден Он у нас Кольцевик Напомним Усиливается Атака Дает 50% Урона И брони Войскам Лидерства Королевская Королевская Милость Сдаёт Максимальный Уровень И получает Новую Обилку Стражи Эдроса Значит Да Он может Спешиться Сесть Вверхом Само Собой Роль Коневодов Выглядит Как В фильме Правитель Рохана Союзники Возле Теодена Наносят На 25% Больше Урона На 3 5 7 10 Уровнях Усиливается Эффект Лидерства Не написано Насколько Но можно Предположить Что на 25% Те же Либо Там По 5 Будет Накидываться Или что-то В этом Лухе Благородный Король Выбранные Войска Получают Опыт Типа Давайте Выпьем Г себе Сразу 5 Неплохо Но Видимо Из-за Того Что Он Кольцевик Далее Стражи Эдроса Перебьем О 4 Отряда Лучников Призывается А Они Могут Менять Оружие И они Навсегда Призываются Им Вообще Все Равно Прикольно И вперед Эурлинги Только на Коне Я так Понимаю Да Доступны Только на Коне Теоден Ближайшая Кавалерия И герои Получают 100% Урона 200% Брони Иммунитет К замедлению Ну понятно В принципе Слишком много Озвучек Теодена В этой фракции Но в принципе Так и должно быть Наверное Он же Король Все На войну А Подождите-ка Или Каждый лагерь То есть мы можем Три лагеря поставить И у каждого Будет по отряду То есть у нас Будет всегда Три отряда Фулапгрейджин Бесплатно Если конечно Лагерь не сломают Похоже на то Не, ну Лучники Это забавно Ну такой вот у нас Кольцевик Герой Теоден Ладно Дадим кольцо Врагу Чтобы он мог Дать нам Возможность Сделать Кольцевиком Мага Позволяет Призывать Волшебное Дерево И получает Новую способность Интересно Нет Теоден Не в этот раз Не нужна тебе Помощь Так далее Хама Хотя подождите Я же могу его забрать Просто А, они унесли Ладно Они принесут Чё страшного Ну, великаны Они решили Конкретно Тут зайти Хорошо Мы тоже Конкретно Зайдём Так Этого Мне не надо Ну, вы чего Дохните Так И получается Эркербранд Тоже посылаем Так На чём мы там Остановились На Мхаме Хильтис Парни Хильтис Два отряда Уцелело Нормально В принципе Вперёд Так что Митхама Ну Конь Понятное Дело Безустанный Ведёт В бой Своих Людей Союзники Возле него Исцеляются О Полезная Обилка Кстати Неуязвимость На 60 секунд Неуязвим Для вражеских Атак Прикольно Целую минуту Ну так Это выгодно Стандартная Неуязвимость Бок Кобок Кобок Плюс 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 50% К Урону Хамы Элвин 40% Защиты От урона Вражеских Героев Ганю тут Закинули Мне Громко Громко Очень Теодр Гибнет Медитация Режим Медитации Из Страж Золотого Зала Призывает Стражников А Ну Тех Которых Теоден Короче Призывает Эту Тему Кинем Но Что-то Начали Они Прямо Это Наседать Это Было Довольно Близко Так Отряды Будут Нет Нет Отрядов Пока Помнят Потеряли Теодр Теовин Элвин Надо Элвин Я еще Не посмотрел Придется Кого-то Отливать Еще Не Поделать Ладно Вперед Мы будем Стоять До Последнего Смотрите Кольцо Это Какая-то Ошибка Видимо Богуля Визуальная Так Далее Гамлинг Опять Может сесть Верхом Как и все Геральт Рохана Призывает Геральда Который Ведет Регулярные Войска Рохана В битву Пешим Призывает Пешего Геральда Ага Что И Где А Это На отряд Может быть Надо Было Блин Ладно Подкрепление Пятый Уровень Все Союзные Отряды Возле Гамлинга Периодически Восстанавливают Свою Численность Полезно Рог Гамлинга Доступен В виде Всадника Парализует Врагов Луны Пешим Может его Использовать А Или Типа То Что Можно И Верхом Наверное За Это Речь И Вооружейную Десятый Уровень Организует Доставку Доспехов Оружия Для Воинов Рохана Пока Гамлинг Находится Вне Поле Боя Все Войска Рохана Получают 30% Скидку На Кованые Лезвия Тяжелые Доспехи И Щиты Всадников Прикольно Полезно Я бы Сказал Давайте Посмотрим Вторую Двадцать Пятку Энтов С героями Все Ну Досмотрим Оставшихся Или нет Сначала Наверное Все-таки Лучше Героев Досмотреть Так И умер Опять же Может Верхом Ездить Вешиваться Лидер Изгнанников Руководитель Изгнанниками Рохана Стрельники Возле него Быстрее Набирают Опыт И получают Ресурсы За убитых Противников Мародерство Бросок Копья Стандартный Осквернить Врага Голову Углука На пике Ставит Который Имеет Свою Прочность Ну да Кто Выглядит Да Это Голова Углука Буквально Из фильма Пикстурка Ну В смысле Картинка Натянута На модель Понятно Мэр Ставит Отрубленную Гнищую Голову Стоюльники Возле Отрубленной Головы Наносят Плюс 50% Урона Вражеские Ниты Теряют 50% Урона И страдают При этом От страха Что там Происходит Так Видимо Подслил Я Недостаточно Войск Ладно Друаданы Друаданы Вперед Можно Вот этих Еще Отдать Продать Так А на Десятом Уровне Наезд Изгнанников Доступна Только В виде Всадника Кайомера Его отряд Приходит В нужное Время Чтобы Помочь Королю Давят Вражеских Юнитов Так Радагаст Что у нас Может Радагаст Еще Военный Лагерь Поставить Радагаст С помощью Своей Магии Создает Густые Заросли Которые Замедляют Врагов Наносит Им Периодический Урон Ну Вот так Вот это Выглядит Неплохой Такой Периодический Урон Роксбельские Вороны Призывает Ворон Разведка Местности Обнаружение Замаскированных Врагов Теряет 25% Урона И брони Враги Дебаф Орел Радагаст Взбирается На орла Может на орле Летать Да Он прям Моделька Как он Держится Там Забавно Да блин Тут огненные Ящеры Бедолага Умер Кстати Я заметил Этот глубинный Страж Если враг Далеко Допустим Катапульта Он может Спокойно Кидать Камни Чтобы Достать Твоего Битчика Кольцо Что вообще Не собираются Отдавать Вперед Может спешиться Он может накинуть В воздухе Прям Да И что не мешает Вам прям В воздухе Накидывать Свою тему Прикольно Так Элвин Еще Элвин Сесть Верхом Спешится Маскировка Есть Ну просто Маскируется Под солдата Как это и было В принципе Всего Как-то Интересно Призываются Эти Наездники Непонятно Немножко Ну ладно Далее Бросок Копья По стандарту Войтельница Элвин Знает Как обращаться С мечом И щитом Получает Только 80% Урона От Атак От Героев Только 30% Так Это Выглядит Так Уродагаста На Седьмом Уровне Что Там Ну это Имба Какая-то То есть Он летает Он кидает Свою Эту Тему Никто Ему Ничего Не Сгул Только Лучники Родагаст Направляет Гигантского Орла Чтобы Он Нанес Врагу Урон О как А То есть Опускается Орел Один раз Дамажит И улетает Так Это Выглядит Понял В принципе Понятно Так И у Элвин Я не муж На Десятом Уровне Вступает В поединок С вражеским Героем Противостание Элвина Выбранного Вражеского Героя Не может Быть Отменено Элвин Имеет Преимущество Над Выбранным Вражеским Героем Способность Продолжается С Десять Секунд То есть В течение Минуты Элвин И сбивает Вражеского Героя Потому что Ей вообще Все равно Кто там Вообще Не ощущает Забавно Последний Поход Энтов Двадцать пятка Призывает Древоборода Скородума И четырех Энтов Так Древобород Энты Получают Двадцать пять Процентов Брони И десять Процентов Урона И дальности Броска Камней Рядом Спустить Можно Хоббитов На него Геро Дум Тоже Может Камни метать Ну и тоже Хоббитов Брать На свой Борт Скажем так Причем Такой вот Призыв Энтов По стандарту В принципе Ну обычно В оригинале Только Энты Призывались Тут еще Древоборот И плюс Еще Разработчики Мода От себя Скородума Добавили Скородума Это если что Тоже Лорный Энд Он Типа Молодой И Такой Очень Шустрый Из-за этого Его и Прозвали Скородумом Ну в принципе По героям Получается Как-то так По способностям Можно еще Разрыв Облаках Глянуть В принципе Стандартный Призыв Ничего Такого Надо Надо еще Родагасту Родагаста Прокачать Во-первых На десятом Уровне У него А Но В безобидных Животных Скот Превращает Врагов В принципе Всегда Такое Было Родагаста Это Не ново Это Конечно Не ново Так Накинь-ка Плюща Не Он Умрет Пошли Тиганца За подкреплением Да Поздно Уже Пусть Пока Родагаст Покачается Так Давайте-ка Посмотрим А Ну Просто Пробегают Всадники Умера Понятно Вся Суть Его Способности Он Просто Откидывается У меня тут Проблемы Некоторые Были Немножко С Балрагом Убивайте Убивайте Да Вы Шутите Что Ли Одно За Другим Убильный Страж Элвин Гибнет Ну Бывает Давайте Вперед Еще Кольцо Надо Забрать С Вот Этим Геральдом Я Не Особо Понял Ну Не Призывает Либо Надо Именно Конным Быть Не Знаю Как Это Работает Ладно Докачаем Сейчас Родогаста Смотрим Превращение В Зверушек Пошли Казарму Кусать Больше Делать Нечего Кольцо Кольцо Вон оно Вопрос Сейчас Сейчас Мы Его Заберем Да Стойте Ну Куда Вы Ага Отлично Все Возвращаемся Кольцо Наше Это было Довольно Легко Сейчас Тогда Мородогаст Качаемся Арагорн Помер Бедолага Бывает Лучи Ты Уже Десятый Уровень Но Может быть За отряд Хотя Кому Гимли Тебе Не нужна Помощь Убивай Великанов Чтобы Гимли Просил У кого-то Помощь Интересно Вот Кстати Драконов Драконы Станут И Все Разбежались Да Вы Шутите Что Ли Ну Что Это Такое Ладно Полетели Короче На Базу Сделаем Родогаст Кольцевиком Он Там За Дерево Призывает Интересно Не так Слабый Вы Очень Слабый На Сомнение Вперед Я так Понимаю Не Получится Кольцо Дать Ему Пока Он В Воздухе Так Даем Кольцо Они Зашли В него Всей Толпой Капец Какой Смысл Придали Тем Отзвучкам Так В общем Вороны То же самое Без изменений Вороны Что за дерево Он там Призывает Орел Сбираться На Орла Может Призывать Орла А Светилище Природы Наверное Это Оно Ага Ну То же самое Короче Призыв Животных И В указанном месте На поле боя Появляется Магическое Дерево Стоятельники Возле дерева Получают Постоянную Маскировку Исцеление Враги Возле дерева Периодически Парализуются С помощью Магии Дерево Можно Призывать Различных Живых Существ Вот и Мне интересно Что он Имеет Ввиду Посмотрим Фига себе Деревце Неплохо Так А ну и Супер Мощным Стал Родегаст Так Можем Призывать Пчелы Дерево Временно Защищает Рой Пчел О нет Они ломают Дерево Нет Да я не успел Посмотреть Алло Ну Вот тварь А Придется Где-то У себя На базе Перезаряжать И призывать Так Давайте Кинем Животных Блин А там Никого Не осталось Уже По моему Ой Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует До встречи